Десятки машин с флагами России, так Владимирская область, поздравляет президента Владимира Путина с днём рождения. Маршрут автопробега с улицы Герцена до Соборной площади. Идея появилась, как правило, как у нас всегда бывает в народе. Люди решили в этот день объединиться и поздравить нашего президента с днём рождения. Автопробег посвящен сегодняшнему дню, сегодняшней дате. И люди собрались, чтобы поздравить нашего президента, пожелать ему доброго здоровья и высказать свою поддержку. Сегодня федеральное правительство во главе с президентом уделяет большое внимание развитию Владимирской области. Речь, в частности, о строительстве новых дорог. Этерпенский проезд, высокоскоростная автомагистраль М-12, трасса на Суздаль расширяется до четырёх полос. Всё это считают участники автопробега, вклад президента в развитие туристического потенциала 33-го региона. Мы все вместе народом, нашими жителями объединились, чтобы поздравить нашего президента. Мы объединились и спортивным сообществом, и научным сообществом, жителями города Владимира, Владимирской области. И это очень важно в это историческое для страны время. Мы его поддерживаем, это наш идейный лидер, вдохновитель. И самое главное, чтобы у него было крепкое здоровье, и вместе мы достигнем наших целей. После автопробега Владимире дали старт первенству Фрунзенского района по боксу. Оно также прошло в рамках поддержки президента. Организатором выступила Федерация бокса Владимирской области. Там считают, что подобные турниры – важная часть патриотического воспитания детей. Я думаю, что это всего идет от родителей. Конечно, родителям больше всего надо давать патриотизм. Это хорошо, что сейчас гимн идет нашей страны в школах. Это очень приятно. Хорошо, что сейчас начали заниматься патриотическим воспитанием наших детей. Я думаю, что в будущем, если так будет продолжаться, то у нас будут все патриоты нашей страны. Помимо Владимирской области, к поздравлению президента присоединились другие регионы России. В каждом из них прошли спортивные мероприятия, патриотические акции и автопробеги. Лично поздравить главу государства могли и простые россияне, публикуя видео в своих социальных сетях. Александр Инин, Дмитрий Базаров и Евгений Адамов.